Добрый день! Зовут меня Владимир, 54 года полных, в декабре будет 55 юбилей. Находимся на участке, на котором было запланировано строительство дома, ну, с претензией на круглогодичное проживание. Обратился в компанию «Двастрой», ребята очень помогли с архитектором. Это не базовый проект компании, рисовали все фактически с нуля. Сначала получалось, ну, немножко оляписто, потом, ну, пришло главное понимание. Здесь творчество не просто компании-архитектора, еще и семьи, а семья большая. Ну, хотели воплотить все, что мы хотим, как бы, видеть, наверное, в доме. Вот. Из этого и получился проект, который был реализован. Привезли готовый домокомплект из СИП-панелей. Домокомплект готовили не на месте, а уже заготовка была на заводе. Все в размер, то есть фактически сборка заняла чуть больше одного месяца. С учетом того, что дом 270 метров, чуть больше месяца, это прекрасный результат. Грунты плывучие, суглинок, паучинистые. Единственное, все здесь на этих участках, участки, кстати, старые, они еще с 56-57 года, это наши бабушки и дедушки получали. Какие только фундаменты не использовались, ленты, столбы, ну, не берем в расчет там шведские плиты дорогостоящие. Технология здесь проверена и как-то показала свое качество и надежность, это винтовые сваи. Опять же, отдались полностью в руки архитектора, который рассчитывал нагрузки, так как дом, ну, достаточно, достаточно большой. Свайное поле было, если мне память не изменяет, 67 или 65 свай, то есть очень такое приличное. Тем самым получился, ну, крепкий фундамент. Обвязка была 200 на 200, венец. Ну, плюс половое перекрытие, тоже СИП-панели 220-е, стеновые перекрытия 174-е. Крышу СИП-панелями не перекрывал, утепление 150, ну, минвата, я не знаю, как она называется, там, изовер или кто он там, базальтовая вата. Дом получился теплый, дом получился комфортный, дом получился такой, какой мы хотим. На мой взгляд, каменный дом, либо там из газобетонных блоков дом, он ведет, ну, к мощному фундаменту. О ленточных фундаментах сказал, что все равно они рвутся здесь и гуляют, ну, из личного опыта. Там закапываться на 2 метра лить, конечно, это тоже, и грязная технология не особо, кстати, надо отдельно отметить, технология винтовых свай, она чистая совершенно. То бишь, здесь нет ни котлованов, здесь нет никаких там, я не знаю, ям, ничего нет. То есть люди приезжают, спокойно забуриваются маленьким бубкетом в течение там одного дня, все сваи уже стояли на месте. Все в уровень, все в периметр, все согласно плану, который начертил, опять же, архитектор. Технология понравилась, долго я, как бы, и про нее читал, и думал, что многие говорили не экологичность, многие говорили там какие-то вещи, но прежде чем остановиться на этой технологии, меня отвезли на строящийся объект, который в Подольске строился, и это был детский садик. Но тут у меня никаких уже вопросов по поводу экологичности не осталось, потому что, ну, зная там, учитывая, нет, не учитывая как раз, наоборот, все возможности каких-то составляющих непонятных, все, что для детей строят, это уже, значит, достаточно гастированно, нормировано и удобно для жилья, по крайней мере. И прочитал, конечно, про теплоотдачу данных или теплопотери данных конструкций, ну, был удивлен и поражен. Их сравнивают, я могу ошибаться, но из общих источников, которые можно посмотреть в интернете, по-моему, если мне память не изменяет, метровая кирпичная стена, это теплопотеря СИП-панели 174 миллиметра. Да, была у меня, конечно, такая задума сделать 224-е стены, но цена, конечно, ребята, играет не в пользу, как покупателя, поэтому, с другой стороны, есть стандарт определенный, который был предложен и который был реализован. Семья достаточно большая, мы с супругой, двое сыновей, старший сын с женой и уже двое внуков у нас, слава богу. Поэтому это минимум нам надо, мы так думали, что это минимум там где-то 5-6 спален, ну, с учетом, что дети растут быстро, и особенно внуки, тем более, наверное, быстро растут. Здесь нужно было для всех, как бы, свои места. И из-за этого, наверное, может быть, дом и вырос, да, до таких размеров, но с другой стороны, исходилось критериев, что должно быть в доме. Это, ну, большая кухня-столовая. Опять же, вкусовщина, но скажу, я не сторонник объединять гостиную и кухню-столовую. Ну, это мое. Здесь нет никаких там доказательств, не доказательств. Просто посещал много своих там друзей близких, у которых тоже и загородные дома, и видя, как это все совмещается, ну, что-то вот мне в этом не понравилось. Не то, что не понравилось, я подумал, что надо две эти зоны разделить. Ну, я не знаю, чем можно объяснить. Запахом, там, двумя компаниями, мужчин и женщин, там, и женщина за свое на кухне разговаривают, или наоборот. Ну, а мужчина там за чашкой чая ушли спокойно в другое помещение, в гостиную, и там как бы ведут свои там беседы. Что все равно получилось приезжать в кухне и гостиной? Это бесспорно, да. Ну, столовая, учитывая, как бы, советское прошлое, да, бы жить в маленькой кухне, именно жить в маленькой кухне, потому что там, ну, 50% времени, с учетом, если человек работает, а тем более женщина, если домохозяйка, проводится на кухне. И пихаться там, я не знаю, за дамей, простите, здесь не входило. Поэтому кухню мы брали, наверное, из расчета минимума, ну, кухня столовая, повторяюсь, 25 квадратных метров, где-то гостиная, ну, получилось 42 квадратных метра. Опять же, говорю, они разнесены. И, опять же, важные это места, на мой взгляд, это санузлы, чтобы было там место разворотное, поворотное, да, где станут нормально душевые кабины или ванные комнаты, как кто любит. Ну, и, конечно, я считаю, что сердце, как бы, любого дома, загородного, это котельная. Должен быть прекрасный доступ, опять же, если можно применить такой термин, там, логистика в котельной, чтобы это было удобно, понятно, на практично, не дай бог, ну, и в случае необходимости ремонтируемо. И, опять же, в данном случае у нас нет здесь пока газа. Надеемся, что газ магистральный проведут. Электроводяное отопление, котел электрический, поэтому место оставлено под котел газовый. В случае, там, я не знаю, большого счастья, которое упадет в проведу газ, конечно, будет монтаж газового котла, а электрический останется, как резерв в любом случае. Ну, пока сказать не могу. Действительно, один год мы его топили, но мы в нем пока не жили. Он идет, как бы, вот потихонечку дорабатывается. Вот. Я думаю, что если мы выйдем сейчас где-то в районе, там, 10-15 тысяч, но это я так уж с большим зазором в месяц, то это будет, там, нормально, с учетом теплоотдачи дома и теплопотерь дома. Ну, опыта нет. Сказать точнее ничего пока не могу. У нас здесь просто есть еще другой участок, где мы проживаем, да, в настоящее время. Это, может быть, и накладывает определенную неспешность наших действий. Когда сильно там не капает, не форсируешь там события, и постепенно это доводишь. Ну, в этом году уже планы переехать, потому что уже дети и хотят въехать в новый дом. Ну, вот постепенно. Так все готово. Водоснабжение есть, канализация работает, там, септик стандартный, закопан. Все есть, можно переехать, осталось только немножко добить. Я думаю, что в августе будем справлять новоселье. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok